Ученики на каникулах вместо учителей в классах активно работают ремонтники. Школа-интернат номер 92, место уникальное. Здесь дают образование детям с нарушением слуха, применяя в учебном процессе специальные техники. Не хватало только современного ремонта. Нацпроект образования помог воплотить задуманное в жизнь. Сейчас будет все модное, современное и немаловажное. Мы будем строить свою работу с детьми в дальнейшем по физике, химии, биологии, так, чтобы они смогли это все визуализировать. То есть мы закупили большие макеты разных приборов. Ну вот такие вот визуализации, картинки, понимание. Опыты на уроках физики и химии, практика на занятиях по технологии и новый предмет, как дополнительный, фото- и видеомастерство. Научат снимать и сниматься, монтировать и писать сценарий к медиаматериалам. Все оборудование уже закуплено. Разместят его в отремонтированных помещениях. Мы увидим, что с пола в некоторых местах до четырех слоев линолеума только снимали, не говоря о каких-то деревянных подложках. Сейчас это все демонтировано и приступили к штукатурке всех стен. Классы и коридор сейчас в неприглядном состоянии. Здесь активно ведутся работы, но буквально через пару месяцев все здесь преобразится. В целом на ремонт и на оборудование было выделено порядка 15 миллионов рублей. До 15 августа в трех коррекционных школах региона полностью окончат ремонт и оснащение классов. В уже названной 92-й, в 26-й, где работы начались в прошлом году, об этом вышли на финишную прямую и в 11-й школе Димитровграда. Большой упор делается на то, чтобы ребята начинали осваивать какое-то дело, какую-то профессию. Поэтому мы покупаем оборудование для кабинетов технологии и, соответственно, для доп. образования по той направленности, которая наиболее удачно складывалась на протяжении уже нескольких лет. Лучше материально-техническая база, выше качество образования. Поэтому подобные проекты, как инвестиция в будущее, профессиональные кадры. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73.